добрый день дорогие друзья добро пожаловать на канал дмитрий лебедев студия и сегодня наш live stream или прямой эфир посвящен вот многие из вас друзья просили записать видео или дать ответ вот на те вопросы вот вы на на по названию уже на видео уже на на догадались да кто такой группа людей которые так не знаем рам музык или рамузик это имя или что и такое вчера музык я не хочу ни в коем случае значит не как обидеть людей потому что ну видим судя по всему это имя такой вот про музык и вот он якобы вот этот рамузик он иначе значит мне вот тут знаете на переслали немножечко даже вот значит его доказательства он пытается доказать что димаш кудайберген он значит не умеет петь живую вот и он поет исключительно только по фонограмму вещь это удивительно что есть такие люди которые могут думать что димаш не поет значит мы сергей поздоровался вот и якобы димаш начата петь не умеет а поет только лишь посмотрела начальными немножко как то насилил или зацепила потом я понял возможно цель вот эти как раз таки вот этих блогеров которые пытаются как раз привлечь вот этот трафик и привлечь людей ауди машин огромное многомиллион армии поклонников привлечь вот значит такую вот таким скандальным образом да именно что вот это я думаю что такой приемная на знаете вот у меня супруга моя подсказала значит что есть очень такие блогеры которые вот они специально вот это вот шок джок называется знаете вот по-английски там в америке все это знают и вот чтобы привлечь трафик путь любыми путями начать люди даже иногда не разбираются музыки значит люди иногда просто совершенно значит дилетанты или даже полный профан и музыки ну каким-то скандальным путем они любую информацию пытаются что-то придумать и для того чтобы вот как-то привлечь вот знаете подписчиков на свой канал чтобы лайки ставили или дизлайки им без разницы надо знаете бывает она потому что главное чтобы вот что-то крутилась у них там на канале чтобы жизнь вертелась и тогда youtube и предлагает аж youtube насколько это я уже узнал youtube он существует в одном нас но за счет рекламы рекламу продвигают догады него но все-таки вот мне спасибо друзья чтобы мне я даже не снимать и меня не интересует абсолютно вот эти вот люди которые но аргументы которые они вот значит выдвигают в доказательство того что димаш поет под фонограмму мне вот передали эти аргументы я еще как бы вот тут их не смотрел полностью не прочитал но я уже значит несколько вот комментариев тут мне значит присылают несколько сообщений вот например некоторые зачитаю некоторые зачитаю что ты сказал всем что можно накручивать а ну кто-то говорит о том что якобы вот этого музыка и других вот значит у них куча там подписчиков они такие авторитетные блогеры там это далее а вот мне вот сынули говорит а хочешь я тебе тоже столько же сделаю подписчиков столько же лайков столько же всего какой-то этих гайдане 100 долларов ягод столько же тебе сделаю ну то есть надо люди думают значит что если у него значит много там подписчиков много у него там всевозможных там найти просмотров окажется можно эти просмотры и подписчиков окажется можно просто купить накрутить если вдруг я ошибаюсь вот сережа не подсказывает ну наверняка среди вас есть люди которые более разбираются о том как в том как youtube работает но я что-то об этом тоже слышал что якобы вы знаете много существует вот таких людей блогеров которые могут купить себе насчет какие-то подписчиков производит эффект что там на канале что там знать я вот обращал внимание заходишь там у него например 300 тысяч подписчиков а смотришь видео да и смотришь да у него столько же просмотров сколько меня 30000 40000 50000 у меня 6000 подписчиков и у меня значит 40000 больше просмотров на некоторых видео и у него а у него 300 тысяч подписчиков не шесть тысяч подписчиков а 300 тысяч подписчиков и столько же значит у него значит надо что знаете друзья то что там кого-то там 200 или 300 тысяч подписчиков стоит еще ни о чем не говорит друзья вот я вижу тут сообщение появляется к сожалению сразу же наверно не смогу ответить сережу тут уроки хочет готовить набеги и потом я тебе сейчас позову я просто думаю наверно все таки времени много нету у нас значит сегодня я вижу да сообщение добрый вечер привет из сочи здравствуйте как не там один на ней по созданию нас на три часа мой впереди от московского времени тем более тут все на сообщение возможно позднее отвечу на ваши вопросы друзья сейчас я хотел бы вот или я серьезно позову прочитать пишет игорь васильев здравствуйте дмитрий всегда с интересом смотрю ваши реакции вы это делаете очень профессионально и доходчиво мне бы хотелось услышать ваше мнение о том что в последнее время в российском интернете начали появляться какие-то непонятные личности обвиняют димаша в том что он поет под фанеру в кавычках мы видим под фанеру я посмотрел одно из таких видео где какой-то напыщенный индюк с кривой ухмылкой разоблачает пение димаша я прощу прощения прошу прощения что просто пишем читаю это но чтобы больше но что больше всего огорчило это то что под этим видео стоит большое количество лайков я не видел ничего подобного от блогеров из других стран друзья вот я только что сказал право кида вот мне серёжа говорит хочет тебе тысячу лайков сделали две тысячи лайков сделаны 100 долларов да я тебе сделаю тысячу лайков 200 долларов так что если лайки стоят или это я никогда внимательно это не проще абсолютно я больше вот если комментарии какие-то знаете положительно отрицательно это уже ближе кутки сенью то что лайки стоят или подписчиков там много я на это абсолютно внимание не обращаю особенности блогер какую-то вот бред несет и мне это абсолютно даже знаете серьез никогда не воспринимаю значит вот этот индюк в кавычках с кривой ухмылкой разоблачает пение димаша ну что больше всего угорчило это то чтобы на эти видео стоит большое количество лайков я не видел ничего подобного блогеров из других стран мне стыдно за нашу страну мы должны быть благодарны димашу за то что мы являясь звездой мировой величины способствует прожжение русской культуры и русского языка больше чем все остальные вместе взятые артисты я абсолютно согласен с этим моментом но я сразу хотел бы вас успокоить если там куча лайков стоит можно видимо этих лайков знаете еще одно сообщение значит одна из подписчиков можно сказать моих друзей вот я считаю но я не хочу время называть пишет значит такое комментарии я вам оставлю ссылку на видео ромира сразу скажу я даже не смотрел этого ромира мне он абсолютно не интересен но готовьте что вас может стошнить хотя да я бы даже хотелось чтобы вы посмотрели как профессионалы очень было бы неплохо после сделать видео для поклонников без обсуждения конечно личности этого товарища но опровергая если возможно его смешные на мой взгляд аргументы у вас большая аудитория и авторитет профессионала поклонники расстраиваются они поклонники злорадствуют слушая таких как вот этот вот ромира здесь почему-то ромир там значит как его звали ромузика здесь ромир уже через может быть это ники такие интересны однако одно такое видео уже есть она звукорежиссера с 10-летним стажем где он убедительно опровергает все что сказал там этот вот ромузик или ромир и насколько вот я понял вот этот блогер это донать или донать вот извините пожалуйста я вот ударение не знаю где поставить вот я посмотрел на вот это видео посмотрел что мне рекомендовали ссылку с хорошей стороны этого блогера и как бы небольшая реклама значит вот этого блогера донать и на канале дмитрий лебедев студия посмотрите пожалуйста там вот он объясняет один из аспектов которые относятся якобы вот одно из обвинения значит или таких вот мнимых так сказать аргументов в пользу того что значит это значит под фонограмму димаш поет что якобы звучит металлический звук звучит якобы металлический звук и вот это якобы значит вот является на основным таким вот значит аргументом в пользу того что значит димаш поет под фонограмму и также вот значит объясняет значит этот блогер значит мне тут что якобы что металлический звук является признаком обработки использования автотюна во время обработки фонограммы или встроенный в микрофон во время пения мне хотелось бы определиться чтобы этот человек определился если это металлический звук следствие обработки не обработки того что этот тюн встроен микрофон и димаш поет живую а этот микрофон он автоматически значит как-то обрабатывает извините меня но по меньшей мере это даже димаш да ну или тогда ну это же значит он утверждает что этот димаш поет не вживую значит этот вообще отпадает аргумент значит димаш получается значит было записано под фонограмму правильно ну и значит вот этот автотюн это якобы вот значит обрабатывать димаша димаш пить не умеет понимаете он не может точно внутри попадать поэтому он вынужден автотюном я вам по секрету скажу я знаю что такое автотюн это сейчас сейчас работает друзья извините пожалуйста вот мы не знаем чем причина тут очень было что за происки что за происки врагов или может быть что-то техническая причина даже не знаю сейчас по моему значит есть кто-то вот со мной опять в эфире скажите пожалуйста видно меня слышно потому что я что-то вот сейчас уже не уверенно знаете что это пропал первый раз такую знаете уже третий прямой эфир и первый раз такая картина значит вот в этом отношении я не знаю что произошло давайте вернемся вот к этой теме не вот канал ромузика отключили да да означает то что слышно видно да друзья хочу вернуться вот к этим аргументом которые значит в отношении который вот этот блогер может быть кто-то другой я не знаю кто этот блогер я не видел нити прислали вот аргументы который якобы он выдвигает пользу того что якобы димаш под фонограмму с металлическим звуком мы разобрались это вот один из этих аргументов если димаш поет в живую и вот этот вставлен как раз вот этот тюн то тогда получается он поет живую правильно аргумент не подходит а другой аргумент я как бы что при записи вот этого на при обработке фонограммы или вот при именно записи фонограммы когда человек совершенно не может петь ни слуха ни голоса вот используется вот такая специальная опция где значит вытягивает автоматически вот человек сидит вот и вытягивает ему иногда мне друзья мои один из моих друзей он тоже звукорежиссер это надо не люди приходят платят деньги хотят чтобы каждую ноту им вытянули друзья не надо мне доказывать что димаш петь не умеет живую пели и даже те же самые вот эти недоброжелательные они часто признают что димаш один из лучших певцов вот этот товарищ да пытается доказать что димаш использует фонограмму ну какие же вот аргументы давайте все таки вот вернемся к этим аргументом вот один из них это то что вот он говорит что вот ему приводят значит аргументы что по всему миру преподаватели значит вокальные тренера и специалисты другие которые просматривают исполнение димаша только лишь хвалят димаша только восхищаются его талантом он говорит ну понимаете преподаватели они не разбираются вот я сейчас зачитаю что написано преподаватели не видят что это фонограмма говорит вот этот блогер потому что необходимо опыт выступлений на сцене друзья я в своей жизни еще не встречал не одного преподавателя которого нет музыканта много с высшим образованием которого не было бы опыта выступление нас на сцене может быть у этого блогеры есть не узнать каких-то преподавателей которые никогда не выступали сами не пели нигде и никакого опыта у них музыкального нету это просто смешoop аргумент я не знаю за всю свою жизнь меня в практике не верни за такого преподавателя который сам бы не выступал не когда и сам бы не пев мы как ты можешь быть преподавателем и учить готовить специалистов готовить артистов которые выйдут на сцену если ты сам не выходил на сцену просто абсурдно вымется вот здесь да но идем дальше значит я не знаю у этого самого блогера у него опыт какой то есть что он берется так утверждать наверно у него самого опыта нет никакого или даже представления нету откуда он такая мысль может возникнуть где он где он видел такие преподаватели которые может быть он просто придумал может он думать что есть такие преподаватели которые сами никогда не выступали я такие преподаватели не знаю и сами Я тоже и выступал И все эти преподаватели Которые сами преподают Они естественно тоже выступали Но идем дальше Им не приходилось участвовать в концертах У преподавателей Нет опыта выступлений Нет опыта организации концертов У преподавателей Такой аргумент мне выдвигают Нет опыта работы с певцами А с кем работают преподаватели вокала Если они работают не с певцами Они работают с певцами готовят певцов как это нету опыта значит проведение концерта мы постоянно участвуем в этих концертов постоянно в том числе в организации концертов и знаю все это кухня все известны эти преподаватели это артисты артисты свои многие артисты они потом становятся преподавателями здесь этой музыканту ты преподаватель это и артист возьмите любое музыкальное заведение там гнезденка не на любая консерватория ты не можешь быть преподавать консерватория ты сам никогда не являлся не исполнителем не сам не выступал чему ты можешь научитесь и ты сам не умеешь ни петь не играть ну то просто абсурдный аргумент согласитесь вот я кого преподаватели не разбираться вот мы преподаватели блогеры разбираемся на глупо аргумент идем дальше для меня это просто смешной аргумент блогер видимо какие-то другие блогер они думают что ты вот их послушать и поверят веский аргумент идем дальше у димаша нет живых выступлений за последний год и только сингер 217 у димаша нет живых выступлений только сингер 2017 знаете я сам полгода чуть больше полгода назад узнала димаша но даже я уже видел много живых выступлений например концерт арнау это было живое выступление из выступления вживую хотя бы концерт арнау приходит на память ну а вот мы когда были значит в марте в америке сша в калифорнии мы смотрели выступление димаша на конкурсе на американский конкурс что он там выступал на американском соревновании под фонограмму кто ему разрешит там выступать под фонограмму на американском конкурсе и он там лидировал он добровольно в пользу детей когда он знал что мы детьми на соревноваться он казался да ну как он мог там выступать и там значит он все прочили ему все говорит что именно он выиграет Ну, когда он узнал, что он будет с детьми выступать, значит, соревноваться, он отказался от этого, понимаете? И что, вот он выступал там на конкурсе вживую, да? Или вот этот вот блогер, или кто там, или они считают, он и там тоже пел не вживую. Может быть, он просто плохо информированный? Может быть, просто нужно, знаете, вот как говорят, матчасть надо изучать немножечко, да? Мы присутствовали на концерте, у меня полная, полная уверенность в том, что Димаш выступал, значит, на концерте вживую. Да и сами вот эти блогеры, они тоже сами говорят, что обычно на живых концертах артисты поют вживую, а тем более такие артисты, как Димаш. Что он будет петь под фонограмм, что он фанерщик, что? Нет, конечно, я абсолютно уверен, что он там пел вживую. Я даже видел, как он там это, кашлял, там иногда бывало на концерте, как он с этим мальчишкой там пел, вот это, Unfucketable Day, по-моему, они пели, как он ему микрофон, они так вот передавали, этого мальчишку видно, это что, заранее было все записано, что ли, что Димаш поет вот это все, ну, бред какой-то, полный бред, друзья. Ну, просто вот, я не знаю, смешно просто, даже не смешно просто, вот как-то, интересно. Давайте дальше пойдем, мне самому интересно, я потому что еще не читал все эти аргументы. Значит, третий аргумент мне передали, у меня связи с тайными какими-то, значит, шоу-бизнесе, кто это там, значит, какие-то специалисты в шоу-бизнесе, какие-то вот, знаете, как инсайды есть, вот, что такое ссылка на инсайды, якобы, может быть, они такую информацию предоставляют, что Димаш поет, ну, знаете, все это на уровне слухов и сплетений, я тоже могу сказать, что у меня там какие-то инсайдеры есть, где-то там, и чего-то такое, это нельзя проверить, это нельзя ни опровергнуть, ни доказать, это же, просто как-то вот на уровне слухов сплетни, и вот некоторые вот такие вот блогеры, чтобы привлечь вот людей, там, ну, какой-то скандал создать, вот они как раз-таки вот пользуются вот этими сплетнями и слухами. Для меня это не аргумент. Для вас это аргумент? Для меня нет. Четвертое идем. Неправильные, значит, наушники у Димаша, значит, в качестве мониторов. Что-то он там, значит, смотрел и увидел, что у Димаша такие наушники, что якобы неправильные наушники какие-то, значит. У меня там тоже наушники есть, друзья. Эти наушники, любые наушники можно использовать в качестве монитора. Наверное, вот этот блогер Рамузик, он, наверное, не выступал никогда, не пел на него, он, он не знает, да? Пусть он посмотрит других исполнителей, какие они используют наушники. Якобы там наушник должен соответствовать форме уха, и тогда это крутой наушник. Китайцы такие наушники тоже, наверное, да. Значит, вот все, это фирменные наушники, да? А вот китайцы только дешевенькие вот такие наушники продают. Якобы там он в ухе у Димаша разглядел какую-то там фирму, значит, какого-то наушника. дайте мне любой наушник если там хоть что-то слышно я спою, потому что там будет слышно понимаете абсолютно это не аргумент я пел в разные наушники в студии, я иногда говорю дайте мне маленький наушник или большой наушник в любом наушнике плюс-минус любой наушник можно использовать в качестве монитора как может быть фантазия вот этого вот человека я вот например если на сцену выйду, да дайте мне любой наушник я в них выйду и спою ну какой наушник что, чего, это что-то может доказывать просто то, что другой наушник это может доказывать, что Димаш поет значит, да Димаш без наушника поет он может этот наушник убрать а этот блогер что там, где-то там записано что якобы Димаш даже в одном ухе этот наушник держит в одном ухе говорит, а что можно говорить если он говорит в одном ухе, у него в обоих ушах должны быть наушники он даже не видел как исполнители поют Он не видел, как артисты ставят наушники, одним мухом, например, мониторят, а другим мухом, например, он хочет в зале посмотреть, как его голос звучит. Но, видимо, вот этот Ромузик, он никогда сам не был артистом, он сам не выступал, ему это, видимо, он не знает. Такие глупости смешные, говорит, он знает. Ну, просто, ну, не хочется, с одной стороны, вот так вот, как бы смеяться на человека, но, с другой стороны, вот, для меня это смешной аргумент. В одном мухе наушник, значит, а должен быть в форме уха этот наушник, тогда это крутой наушник. Идем дальше, пятый аргумент. Металлический призыв, а, металлический призыв уже, шестой, когда Димаш отвечает... Плохо слышно, ну, плохо видно. А, ну, вот, такой аргумент, что, знаете, Димаш так поет, он, когда вот он поет, ну, идеальное такое вот звучание, что даже, вот, знаете, когда вот якобы певцы вживую, когда поют, где-то они там, знаете, ошибутся, где-то они там выше возьмут, ниже, и ошибутся. А вот Димаш так поет безукоризненно, и что это вот так вот идеально, это доказывает, что он поет, якобы, знаете, вот, я хочу сейчас вот объясняю вам, друзья, если вот просто как вот, ну, не только музыканты же слушают, но и не музыканты тоже, что вот идеальное исполнение, прекрасно Димаш поет, это вот как раз одно из доказательств того, что, значит, Димаш поет под фонограммом. Друзья, тем, у кого, знаете, тот, кто не может петь на таком уровне, на каком Димаш поет, им очень трудно, значит, понимать, таким людям понять, представить, что есть люди, которые так прекрасно, так вот великолепно, как Димаш могут исполнять произведение. Поэтому, конечно же, раз Димаш поет хуже нас, значит, или хуже наших кумиров каких-то, ну, я не знаю, кто там в этом, наверное, у него есть какие-то кумиры, у этого блогера, но ему трудно представить, конечно, что есть вот такие, такого уровня музыканты, как Димаш, но они существуют, поэтому там нам и нравится Димаш, это одна из причин, почему нам нравится, но Димаш, я вам скажу, даже Димаш, это не компьютер, он все равно где-то, знаете, какие-то вот, могут быть какие-то, знаете, вот, совсем минимальные какие-то моментики, нюансики, которые даже у Димаша можно было бы даже улучшить, и наверняка, если бы он в студии делал бы эту запись, это была бы презаписанная запись, он бы наверняка там бы это все, все бы это исправлено было, все это было сделано идеально, знаете, как вот на компьютере. Но у Димаша тоже не идеально, не этим, не потому, что Димаша любит, что он идеально прям поет, что вот, знаете, как на компьютере, ни одной ошибочки и так далее, а Димаш другое, потому что, и вот эта искренность, понимаете, вот эта вот открытость, вот эта вот душевность музыки, понимаете, Вот это вот как Димаш, его личность сама. Много-много чего еще можно о Димаше говорить, о чем уже много говорили. Вот это больше всего нас привлекает. Даже не то, что вот Димаш идеально так поет, понимаете. А вот другие какие-то моменты, опять же, вот этим блогерам им не понять, понимаете. Потому что, видимо, они свои денежки в интернете зарабатывают. Для меня, например, канал это вообще не... Я ни копейки еще не заработал, друзья, честно скажу. И не собираюсь. Ну, может быть, знаете, когда-нибудь... Для меня это нет. А вот для таких вот людей, которые вот всеми путями, значит, пытаются себе привлечь трафик, они, мне кажется, на что угодно пойдут, что угодно скажут, лишь бы только у них на канале, там, значит, крутился народ, там, значит, людей шокировать, и чтобы люди потом... О, и начинаются, там, и в том числе и поклонники Димаша забегают, там, пишут негативные комментарии. Ну, а он трафик себе, там, по-любому, ему хоть позитив, хоть негатив. Ну, главное, чтобы канал там продвигался, чтобы люди заходили. Потому что YouTube платит денежки за рекламу. Идем дальше. Значит, что еще? О, седьмой аргумент. Димаш не так открывает рот. Например, когда Димаш поет, звучит... О, Димаш как-то не так рот, по его мнению, открывает. А когда поет А, Димаш открывает так рот, как будто бы поет А. Он говорит, что вот эта жестикуляция, она неверная. Друзья, это не жестикуляция. Жестикуляция, это когда руками жестикулируют. А это артикуляция называется. Видимо, блогер вот этот... Он, видимо, не знал, что это... Значит, в музыке это называется артикуляция, понимаете? А никак не жестикуляция. Мне сказали, тут жестикуляция написана, но... Это артикуляция. Ну да, можно предположить, что Димаш, значит... Даже предположим, что Димаш поет под фонограмму. И вот, когда поет, значит, Димаш слышит, поет О, он открывает как А. А когда поет, значит, А, он открывает как О. Тоже, опять же, абсурдно. Зачем? Даже если предположить, что Димаш пел под фонограмму. Зачем Димаш, значит, вместо О открывает рот как А, вместо А открывает как Рот. Он бы старался выглядеть натуральным, каким-то естественным и так далее. Ну, просто пел бы себе нормально и все. меня это опять же не аргумент я это никогда не замечал вы когда замечали что димаш поет и значит когда он поет поет звучит о димаш открывает рот как а мы уже просмотрели знать сотни уже выступление димаша и ну конечно вот этот товарищ блогер он думает что он самый такой самый-самый наблюдатель на там и сама специалист и вот такого он все знает про фонограмма мне самому приходилось петь под фонограмму взять и ты когда ты поет под фонограмму ты понимаешь ну в силу каких-то погодных условий организационных моментов когда-то бывает такой невозможно просто звук там сделал так чтобы вживую было звучание поет под фонограмму на стадионе на улице например понимаете в поле приходилось вот и ты не как ты знаешь если а ты открываешь рот как ты поешь по сути просто ты пишь месяце фонограммой и ты поешь точно так же ты поешь к выпил Hoyoc goood фонограмма была записана и ты какой бы стать и я бы вместо а то место а опера это какой просто какой-то по такой человек который музыки не разбирается сам никогда не пил не в том числе и под фонограммы никогда не пил возможно не знаю как работает с какой бы стать и димаш уже довольно хоть и молодую но довольно опытным же исполнитель он бы пил было так вот и такие глупые ошибки делали никогда мы бы это сразу заметили но этого нету так что давайте идем дальше вопрос 8 значит аргумент на свисток димаш отводит голову в сторону а это он имеет ввиду что вот когда димаш значит с микрофоном играет вперед назад я сразу скажу очень высокая нота очень громкая и димаш отводит микрофон это нормальное явление или например голову может немножко отвернуть что димаша мощнейший голос в нем мощнейший свисток зачем он будет в самый микрофон так вот свистеть срочи в ужас какой-то это в этом нет необходимости и потом микрофоны разные бывают разные конструкции разного класса микрофона мы не знаем как бы как вот этот блогер или кто-то другой может потому как димаша работает он даже не мы даже не знаем что за микрофон какая фирма микрофон или что как это там все работает как можно на основании вот этих моментов делать делать такие выводы абсолютно никогда если например димашу так вот отодвинул на высокой ноте микрофона вот специально это отодвигает потому что берет высокую ноту который на фортисимо звучит там 34 форта там если там ухо поближе под поднести наде там заложит ухо знать чуть ли не барабан барабан и перепонка может треснуть поэтому естественно подальше еще шепотом он поет он будет поближе например микрофончик сделать нормальное явление поэтому видимо вот этот человек он не артист и поэтому он он думает что это какой-то аргумент что-то как раз таки доказывает для музыкантов я уверен но не вместе со мной улыбаются смеются потому что мы знаем о чем речь идет эти аргументы они довольно таки начата как-то вот как-то звучат не то что как бы глупо а как бы даже ну просто смешно просто смешно потому что идем дальше вот еще в одно из выступлений сейчас не помню какое-то выступление было и вот невозможно спеть качественно опускаясь на колено поэтому эта фонограмма в каком выступлении димаш помните завершение значит по моему пассионная значит пассионы да правильно и вот там вот последнего димаш опускался на колено так качественно прекрасно я в своей реакции на это выступление можете посмотреть реакцию небольшая значит реклама вот моего видео тоже на канале посмотрите пожалуйста как я объясняю я как раз и говорю что это специально подготавливаться может быть часами может быть даже вот димаш отрабатывал чтобы опуститься на колено действительно очень трудно спеть трудно спеть он это вот этот видимо �phr apresentgo music он значит он понимает что этот пору для него это наверно невозможно спеть может быть для меня невозможно но я знаю что это все делается и вот какие в опердокere например тоже знаете вот опера это театральная тоже жанна не только вокальный жанр там тоже надо приходится перед передвигаться под сцене людям каких то работать например а в мюзиклах тоже и приходится без точки перед передвигать передвигаться по сцене это может влиять на диафрагму может вредное качество но это специально отрабатывается это все делается ничего невозможного нет тем более для таких вот потрясающих феноменальных и уникальных исполнителей как димаш абсолютно нету ничего не вновь конечно это и потрясает димаш опускается аккуратно на колено видно как он сосредоточен и как он пытается эту ноту удержать понимаете и он и удерживает она звучит четко опускается на колено это как раз одна из то что тоже восхищает и это отметил свою реакцию ну это выдвигается в качестве доказательства каким образом это может являться доказательства если бы димаш там например бы ошибся и куда-то там петушка пустил бы на прио всем сказали вот это вживую дать димаш какой димаш петь не умеет абсурд абсурд друзья или наши десятые так ревер эхо хороший звук присутствует когда димаш поет если ехо и ревер и хороший звук что что-то доказывает что димаш поэт под фонограмм или это даже обсуждать не хочу я надеюсь этот человек знаете что такое эхо ревер и так далее хороший звук это все знают да если хороший звук если ревер если эхо есть значит это чё фонограмма а что на концерта вживую нету не ревера не ехать даже смеяться не хочется 12 идем аргумент димаш поэт под фонограмма потому что когда димаш поет в живую он ведет себя на сцене по-другому не бегает по сцене не прыгает стоит как столб правда так сказал правда так сказал блогер что димаш ведется на сцене по-другому что-то он стоит и не двигается а что на арнау димаш бегал с одного крыла на другую прыгал и бегал там это и слышно было как он там это кричал то надо кашлял иногда что такое вот это дыхание его слышно было когда он там не на задыхался не одышка появлялась понимать душем бегал так по сцене когда димаш поет живую значит он стоит как это значит ничего не делает значит вот только вот надо будет посмотреть этого надо все таки она смешно было на этом канале вот этот бой дальше идем девятнадцатый на сингере 217 димаш не брал низкие ноты потому что он тенор я в своих реакциях уже объяснял что димаш не тенор и он не баритона не бас и не сопрано но он и тенор и баритон и бас и сопрано он все вся вся клавиатура фортепиано не надо там проверять каким там ноты берет там дима чем проверять мне не смешно и надо смотреть вот это вот что он димаш выберет высокие ноты это абсолютно это хорошо конечно что у димаша такой диапазон я уже говорил что но причем тут видимо вот этот опять же блогер он посмотрел выступление сингера и говорил что димаш не брал ну и что что димаш тогда не брал может быть тогда не надо было брать эти низкие ноты там возможно тесситура произведения понимаете вот она не требовала эти брать низкие ноты потому что зачем не все произведения найти в опера опера 2 например там высокий регистр свисковый там восстановить вот когда димаш там выходил наверх там а здесь значит произведение вот например любовь похожий на сон здесь вокал фрай здесь на низких на низком значит видно вот этот голос понимаете можно сказать что на связках димаш поеду именно с помощью волка фрайн уже ниже брать даже своего диапазона можно ниже брать понимаете и вот этот там кстати и может быть у некоторых певцов именно металлический призыв потому что ты вот металлический призыв поверьте мне сейчас никто никакого не микрофон с этот звук металлическийmont как она не запускаешь это это как раз вот и есть вот это волка файт который наверное тем блоки никогда не слышал что такое волка фрон есть такие приемы и неведомые вот таким горе-блогерам которые лучше я исполнитель мира может быть даже самый лучший исполнитель мира как раз таки подвластно вот эти приемы как раз таки димаш это все использует идем дальше нижние ноты значит димаш не брал а теперь он берет якобы это невозможно поэтому это было записано там это с помощью там вот это я так понимаю что этот аргумент был и когда димаш поет вживую у него морщины на лбу а под фонограмму димаша морщины на лбу когда димаш поет живую а когда димаш под фонограмма морщины надо будет присмотреться видимо этот большой опыт вы что-то подобное замечали что димаш когда поет живую не морщины на лбу на когда он под фонограмму димаш поет то он значит у него морщины бывает надо будет присмотреться когда у димаша я что-то не припомню вообще когда у димаша были морщины на лбу в каком произведении мне кажется нормальную реакцию там если какую-то я не могу это я не могу обсуждать друзья это это уже за гранью уже тут подходят аргументы концу 14 аргумент все в россии всегда поют под фонограмму поэтому и димаш поет под фонограмму не знаю что это сказать я надеюсь что не все в россии поют под фонограмму то во первых а во вторых я надеюсь даже если предположить невозможно что все всегда и никто ни один человек никогда включая там александра разимбаума там еще вот из этих артистов это вряд ли они с гитарой могут под фонограмму попасть там или что-то вот эти люди которые можно даже как перина там поют и не зря все все поголовно поэ� под фонограмму поэтому и димаш поют под фонограмм можно предположить что димаш поет под цена и без фонограмм и потому что все было под фонограмму ну наверно вот таким от людям которые вот склонны поддерживать те кто поэт под фонокрамма они над нами и хотят доказать что рассчитывают под фонограммой димjor такой не может петь не под fun go только под фонограмма и под Projekt ну тоже не аргумент все поет паса на грам valid ну и сейчас все прыгну с пятого этажа и я буду прыгать с пятого этажа. Если я не прыгну, то я не знаю, как это объяснить. Если все что-то делают, то это не значит, что я это делаю, что это хочу делать или что это всегда делаю. Ну абсолютно не аргумент. Неужели кому-то этот аргумент кажется каким-то обоснованным? Ну и последнее. Что тут написано? У Димаша нет своих песен, поэтому он поет под фонограммом. А это что такое? Во-первых, у Димаша уже есть свои песни. Ну как свои песни, те, которые... Наверное, речь идет о том, что у Димаша нет, он только каверы поет, а у него нет произведений, которые для него были написаны. Ну как это нет? Это просто неосведомленность этих блогеров, которые пытаются... Ну, по-моему, все уже сегодня знают. Если кто-то из вас, друзья, не знает, что у Димаша есть свои произведения. Ну, Пассиона одно из последних произведений. Ну, не единственное произведение. Например, Олимпика или Агни Петра. Это тоже произведение. А до этого на казахском языке. А произведение на казахском языке Акуим. Это произведение, значит, кто кроме Димаша. Может быть, до Димаша кто-то и пел в Казахстане, но никак не в России, не в Америке, не в Китае. Ну, я думаю, что Димаша, даже если кто-то когда-то пел до Димаша, то это произведение я, например, узнал только благодаря Димашу. Поэтому для меня это он, морская первый исполнитель Акуима. Тем более для россиян, тем более для всего остального. Никто не знает других исполнителей. Вот песни Акуима, наверное, Димаша знают. А песни другие, которые Димаш сам является автором, это разве не песни Димаша? Мне кажется, вот таким вот блогерам надо немножечко матчасть получить. И как-то вот все-таки больше готовиться к своим реакциям или свои видео записывать, чтобы их воспринимали всерьез. Потому что, ну, правда смешно. Да простит меня этот блогер, но я ни одного серьезного аргумента не увидел. Некоторые аргументы просто меня сегодня повеселили. С одной стороны, ну, я не хочу прикидываться. На самом деле неприятно, потому что мне вот говорят, вот это даже то, что записывал, потому что кто-то всерьез воспринимает таких блогеров. Мне трудно таких людей всерьез воспринимать по двум причинам. Первая, что они вот так вот необоснованно бросают тень на уважаемых людей, у которых миллионы почитателей таланта по всему миру. Но когда ты сталкиваешься, смотришь вообще аргументы, которые они приводят, то, вы знаете, вот как-то вот с одной стороны смешно, с другой стороны грустно за этих людей. А особенно за тех людей, которые еще и воспринимают всерьез вот этих вот горе-блогеров, которые вот сами не разбираясь в музыке, берут на себя такую вот ответственность, или, как сказать, такую храбрость такую, выдвигая такие вот смешные аргументы, значит, неграмотные аргументы и доказательства, доказывая, что поют под фонограмму. Ну и последний момент, который теперь уже от себя вам скажу, друзья. Я не знаю ни одного музыканта, который никогда, ни при каких условиях, никогда хоть раз не спел под фонограмму. А вы думаете, есть такие музыканты, которые никогда нигде под фонограмму не поют? Есть концерты, где ты не можешь спеть. Я допускаю, что Димаш мог когда-то, давайте по-честному, я допускаю, что Димаш когда-то мог спеть под фонограмму, например. Просто не потому, что он хотел этого сделать, а потому, что просто требования такие, в силу каких-то, вот опять же, я не знаю причин. Но бывают разные причины, просто мне приходилось работать, и вот выступать в разных условиях, и снег, и дождь, и минусовая температура, и просто вот весь концерт сразу же организован изначально под фонограмму, и тебе нужно выступить на этом концерте. Ты бы не стал петь там, конечно, никогда в жизни бы, но просто мне тут не привезут даже аппаратуру, понимаете, когда, например, минус 20 или минус 25. Вот, знаете, новогодние концерты, которые проходят, они бывают иногда в 28 градусов проходят, и они на 99% всегда проходят, а на 100% это просто фонограмма, чтобы люди могли повеселиться, отдохнуть. А вот любой клип, возьмите, например, клип Димаша «Любовь усталых лебедей», «А что вот это, значит, с этими крыльями все эти девушки прыгают, все вот это, и Димаш там на камне, вы думаете, что Димаш живую поет? А где микрофон?» Это просто, это же клип, и это нормальное явление, когда видеоклип записывается. Естественно, сначала записывается запись, а потом на клип уже ложится вот это видео, и никто в клипах не поет живую, потому что тогда это уже получается не клип. То есть, по крайней мере, в клипах все исполнители поют под фонограмму, в этом ничего такого нет. Но, насколько я понял, вот эти вот блогеры, да, или кто там, вот они такие скандальные, вот они говорят «О-о-о, они вот такой, знаете, как так, вот вы, и окажется, под фонограмму». Ну и что, под фонограмму? Да, под фонограмму. Клип, и что? Какие-то выступления. Мне супруга, тоже вот, буквально сегодня она мне сказала, «А что, она американка, она родилась в Америке?» Я, когда я рассказываю, что вот, знаете, у нас ожидания такие, что вот, никогда вот исполнитель не должен петь под фонограмму, а всегда должно быть только в живую. Он говорит, а почему, а разные же условия. А вдруг у него голос, а вдруг, например, он участвует в каком-то концерте, там, десять исполнителей, и уже, в том числе и Димаш, например, или кто-то там другой исполнитель, а вдруг у него голос пропал, болезни какие-то, или что такое. Я говорю, ну, ты знаешь, у нас, говорят, такие ожидания, что вот, либо в живую, либо никак. То есть, если он выйдет под фонограмму, то, может, у кого-то там сказать, что фанерщик или фонограмщик, знаете, такой, да, как-то странно, например, в Америке это нормальное явление. У нас, видимо, все-таки такие ожидания, что никогда в жизни там вот, исполнитель не должен спеть под фонограмму. Я в этом ничего такого не вижу. Мне самому приходилось спеть под фонограмму. Не потому, что я хотел петь под фонограмму. Вот, и играть мне приходилось под фонограмму. Ну, из ста выступлений, 99 было вживую, ну, сотое какое-то выступление, где-то там, куда-то мы в поле поехали, там, не знаю. где-то какой-то стадион был где не было там аппаратуры именно такой чтобы обеспечивала такой качественный звук вот и вот такие моментики плюс записывали например если клип ты записываешь что конечно же это не живу это уже под фонограмм потому что идет музыка ты под эту музыку какое-то вот действие что-то вот такое происходит вот именно этой чтобы записать этот клип по 25 по 30 раз под один подойдет под одну и ту же запись музыки ты естественно не живу а вот такой вот значит чтобы клип записать ничего такого там нет но если за то который делать какой-то на истерию нагнетать там или что такое там поэтому в самой фонограмме нет ничего с ну опять же на таком на сольном концерте да это нормальное явление что вот на сольном концерте конечно же артист должен петь живу я нисколько не сомневаюсь что на концерте арнау на котором мы сыном имели такую удачу такого там счастье присутствовать я не видел там людей которые хоть бы на секунду кто-то там кого-то я не представляю понимать то что там видно было на концерте что там все живут видно было как вот димаш там и прыгал и бегал и садился и к людям спускался там с разговаривал и как это ты можешь все это записать не в живую я это же потому когда просматривал записи это я вижу я просто у меня большой опыт я не только вокалист расшир и музыка не только вокалист своеosity и инструменталист я вижу как вы значит и музыканты играли тоже там живу вот эти я к у и мы вот эти другие произведения просто потрясающий тоже музыканты видно прям и как и не вот я знаю когда музыканты играют живые когда ни в живую это было исполнение живу на концерте арнау и поэтому мы тут концерт куда собираемся сан-петербург y нисколько не сомневаюсь, там тоже будет исполнение вживую, поэтому друзья спасибо большое, что вы со мной вот, сейчас я попробую посмотреть, на пару комментариев отметить, Димаш самый талантливый, самый лучший, согласен Димаш героя, как жалобу на него сделать сейчас сделаю, так очень много комментариев, друзья вопросы есть какие-то среди 300 подписчиков наверное есть фанаты Димаша отписываться надо, таким образом просмотр друзья, вы серьезно? а что, у этого вот таких блогеров, которые вот такой вот негатив льют на Димаша, у этого вот таких блогеров еще могут быть подписчики Димаша вернее, как сказать среди фанатов Димаша есть подписчики вот таких вот друзей, вот таких вот ну как, я даже не знаю, таких вот блогеров ну, мне это непонятно если вы являетесь фанатом Димаша являетесь подписчиком от этого, значит как его зовут, опять забыл, извините мне это непонятно как-то оно не складывается мне кажется, так не бывает Дмитрий, на английском языке расскажите о блогере Рами Изюки а для кого? а для английских слушателей а что вы думаете английские англоговорящие значит любители творчества Димаша они тоже слушают русскоязычный канал вот этого Рамзика я надеюсь, что это Рамзика только значит на русском языке русская аудитория слушает привет сколько времени идет эфир, друзья не знаю я время не засекаю но около часа я планировал 52 минуты эфир идет я скоро сейчас буду заканчивать несколько комментариев прочитаю и попробую ответить на те, которые вот если вы вопросы какие-то будут задавать я попытаюсь ответить я посмотрел и знаете такое чувство как будто искупалась в грязи и как будто пообщалась с кем-то очень непорядочным завистливым негативным мерзким как что-то скользкое фу-фу Луиза Мусаевна я вас понимаю судя по тем аргументам которые уже можно кое-что песня война и мир Димаша чего стоит это шедевр спасибо друзья за то что вы участвуете в чате салам Дмитрий молодец ты так профессионал классно объяснил но этого кошмара вича надо уничтожить полностью его канал и его сопровождающих друзья ну я не знаю как как вот вы думаете в этом отношении но библейский такой принцип Иисус Иисус говорит не воздавай злом за зло да а вот еще в Ветхом Завете это в Ветхом Завете сказано что не мстите за себя ну тоже Иисус говорит предоставьте не мстите за себя возлюбленное но предоставьте место гневу Божьему ибо мне возмездие я вас дам говорит Господь понимаете ну надо вот если вы верите в Бога да не не надо злословить людей как бы чересчур критиковать нужно и обличать нужно и указывать на вот такие вот недостойные поведения ну так вот уничтожать блокировать канал или что-то такое вредить как-то злословить не надо в этом отношении неправильно потому что через Господь всех накажет кого нужно а кому кто достойен он тему сдаст друзья вот тут нам поиграть так так я смотрю друг с другом беседуете ну и свои мнения тоже высказываете профессиональные музыканты по всему миру вокал коучи певцы разных направлений оперные и в том числе в восторге от запредельной техники Димаша какой-то дилетант самоуверенно сидит у меня тоже такая мысль то что я о чем я вам сказался сейчас мне тоже такое абсолютно потому что у меня есть несколько скажем так тоже я вижу блогеров некоторых в основном западных блогеров несколько человек которые я считаю что они хорошего профессионального уровня разбираются в музыке и вокале и не только в вокале вообще в музыке разбираются и действительно они тоже восторгаются даже объясняют почему Димаш лучший певец потом появляются люди которые чисто хотят раскрутить свой канал они и вот говорят что вот этот значит блогер он очень на эти ну как бы пытается как бы сказать в негативном свете Димаша выставить ну лучше что я вам скажу лучше даже не заходить не смотреть вот я даже по себе сужу как-то ну хочется я сам заинтригован посмотреть ну я принципиально не пойду потому что я знаю что каждый просмотр он добавляет трафика ему это это его задача чтобы люди заходили смотрели читали потому что это интересно у нас же все люди ну наша натура человеческая заинтриговать я даже допускаю что мое вот это видео вот этот лайвстрим он как раз тоже может кого-то подтолкнуть кто не видел этого значит что он там говорил столько разговоров а что же такое давайте даже дмитрий тут тоже о нем говорит надо посмотреть друзья советую лучше не смотрите лучше почитайте то что говорит посмотрите я аргумент уже перечислил других аргументов может быть какие-то если еще какие-то аргументы он приводил приведите еще посмеемся чуть больше чуть подольше пересмотрите еще раз это видео если вы значит не это видео недавно зашли на это видео на этот канал в этот чат здесь мы смотрели просматривали значит аргументы те которые значит или доказательства псевдо такие доказательства или как бы доказательства которые отдельные люди в интернете приводят доказывая что Димаш поет по фонограмму я не вижу ни одного но реального на самом деле доказательства вот есть у меня есть доказательства того что некоторые певцы пели под фонограмму С теми доказательствами спорить никто не будет. Потому что там настолько неочевидны эти доказательства. Сами певцы эти не будут спорить, что они пели подфонограмму. Но в отношении Димаша, ну просто абсурдные вот эти, конечно, объединения. Особенно зная, как Димаш, каким огромным, незаурядным и таким фантастическим, уникальным талантом Димаша обладает. Зачем вам петь подфонограмму? Абсолютно. Я вам скажу по секрету. Мне, опять же, я говорю, мне приходилось петь подфонограмму. Просто вынужден был петь подфонограмму. Ну, можно сказать, заставить даже петь. Знаете, это сложнее, чем петь вживую. Потому что, как поешь вживую, ты не думаешь о том, попадаешь этот звук или не попадаешь в то, что в фонограмму. А когда ты просто поешь, и все. Тем более Димашу, и даже я, мне даже удобнее было петь вживую. Всегда, вот когда заставлять петь подфонограмму, ну, буквально раза два, три, четыре, вот такое. Буквально единичный случай, просто попал. Чаще всего погодные условия или вот что-то акустика вот такое. Вот. Подфонограмму петь сложнее, сразу вам скажу. Если вы умеете петь, если у вас есть голос, если у вас есть слух, если вы прекрасно поете, то подфонограмму всегда петь сложнее. Поэтому никто из прекрасных вокалистов не станет петь подфонограмму. По собственной воле, то петь сложнее подфонограмму. Лучше петь вживую и намного проще петь вживую. Друзья, подходим к концу. Может быть еще. Огромное вам спасибо за правду. Ужас, что люди пошли. Страшно мне стало за Димаша. Да, знаете, надо бывает страшно в этом мире жить, друзья. Но Господь есть, как говорится. Правда есть на свете. Поэтому люди, знаете, иногда даже не разбираясь в музыке, сердцем чувствуют. Нутром чувствуют, где правда. Вот иногда некоторые человек говорят, вот я не знаю, вроде бы аргументированно, вроде кажется, что так убедительно. Ну, сердце отказывается верить в это слово. Люди иногда, даже не зная, вот то, о чем я сегодня рассказал, они нутром чувствуют, где правда, понимаете. Вместе с этим вот Рамон Зик или Димаш, кто прав на честь стороне правды, как вы думаете. Мне кажется, здесь очевидно для меня. А для вас уже теперь очевидно, после того, как вы вместе со мной в чате посмотрели. Еще раз в конце повторяю о том, что мы сегодня рассмотрели все аргументы. которые нам кажутся смешными. На самом деле, действительно. Поэтому нет ни одного доказательства правоты вот этих вот блогеров. Ну, а Димашу не надо ничего доказывать. Он на сцену выходит, поет. И у него все больше и больше поклонников. И знаете, это как грязь. Ее если не трогать, она вот тебе прилипает. И ты ее только не трогай. Надо бы Димашу бы я советовал. Просто не трогать эту грязь. Ничего, не отвечать ни этим людям, ничего. Абсолютно не ступать по ремнику. А вот говорят, грязь, она вот замазали, например, Димаша. Незаслуженно. Он этого недостоин. Она вот тут засохнет. Потом вот так вот ее вот стряхнешь. Вот когда она сухая, практически, футболка практически чистая будет. Знаете? Там ничего не останется. Она даже стирать не надо. А если начнешь там, что-то там, Димаш начнет там, значит, пытаться защищаться или что-то там, размажется, потом стирать придется. Лучше не надо ничего. Спасибо, друзья, большое, что были сегодня со мной. Я надеюсь, что этот чат сейчас сохранится, потому что, честно говоря, я не очень разбираюсь вот этих технических моментов. Сейчас вот сунули по зову, придет, поможет. Ну, спасибо большое, что сегодня были со мной. И я обязательно прочитаю все комментарии, которые я не прочитал. Буду отвечать, значит, в этом, в комментариях внизу. Там вот внизу. Смотрите, пожалуйста. Если вам нравится чат, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Вот. И, значит, подписывайтесь, если вы не подписались на наш канал. Если вы хотите поддержать наш канал. Если вам нравится наш канал, подписывайтесь. Почему, значит, я вот это непонятно. Я заметил, что вот этого блогера, у него подписчиков много, а просмотров мало. У нас, наоборот, просмотров в 10 раз больше, чем подписчиков. Мне больше, конечно, интересует, чтобы нашим подписчикам и друзьям, которые на канал заходят, чтобы наш канал нравился. Если вам нравится наш канал, спасибо большое, что заходите. И спасибо, что были еще раз с нами. До новых встреч в эфире нашего канала. До свидания, друзья. Сережа. Сережа. Сергей. Можно тебя, Сереж? А как выключить, а? Подскажи, ты как себя чувствуешь? А еще, you want to stop streaming? Окей? Сережа. Сережа. Продолжение следует...